Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я ее ведущий Валерий Седов. А сегодня мы побеседуем с писательницей Светланой Алафиновой. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте познакомим первым делом зрителей с вашими книгами. Что это за книги, о чем они? Так, ну мне удалось издать вот эти вот три книжки. Сама удивляюсь, как я их написала, как, впрочем, и остальные. Но тут идет славянско-ведическая тема. Главный герой там идет как мальчик. Кирилл из нашего же современного мира, перед первым сентября засыпая вот в нашем мире в Яве, просыпается неизвестно где. То есть там терем перед ним и все такое прочее, там столы накрытые. То есть, попадая в сон, он попадает в параллельный мир. И таким вот образом, то есть, в Яве он учится, там, ну, живет вот этой обычной жизнью. А засыпая, он проживает уже другую совсем жизнь. И на первых порах, скажем так, он думал, ну, если во сне что-то произойдет, я проснусь, ничего не будет. Но оказалось на практике, что там все происходит так же в реальной жизни, то есть, в реальном времени. То есть, если с ним что-то там произойдет, ну, с его, скажем так же, друзьями, то уже в Яве он никогда не проснется, родителей не увидит, все такое прочее. То есть, естественно, там происходит определенная опасность какие-то, которые они переживают, проходя вот какие-то там испытания, открывая какие-то там загадки, ну, и с чем-то сталкиваясь. Как пришла идея? Пришла идея, не знаю даже. Ну, я на тот момент дописывал там какую-то еще свою историю очередную. Вот, но мне подсказал муж. То есть, сейчас это модно – медитировать. И вот он либо в медитации, либо во сне увидел два имени. Это Бус Белояр, который у меня вот в этих книгах идет как основатель вот этой вот руссколандской школы. И еще одно имя было Кудияр. Тоже очень интересное. Оно раньше было как, ну, он как ассоциируется с разбойником. Но разбойник, так, можно сравнить, как типа Робин Гуд. То есть, для кого-то он разбойник, а для кого-то он, скажем, делал добрые дела и все такое прочее. Ну, и вот я начала там очень много литературы лопатить. Муж помогал. Это первые ваши шаги в славянском направлении? Или вы уже писали? Нет, это первые. Это первые и, наверное, последние. Потому что, ну, у меня такого нет фанатизма в славянской, скажем так, культуре. Да, мне интересно, и мне это близко, мне это нравится. Но не в такой степени, чтобы прямо вот именно идти намеренно вот по этому направлению. То есть, другие сказки, книжки, какие у меня написаны, ну, тоже там определенные способности развивает, опять же, подростковый возраст. В одной книжке там вообще четырехлетний у меня ребенок идет, ну, со своими братьями, более старшими. Но, тем не менее, вот по славянскому вопросу вот эти вот три. Но это ведь очень и очень большая подготовка. Вы уже сказали, что пришлось посмотреть много материала. Как вообще, да, действительно, как готовилась база для книг? В помощь интернет. Там, естественно, много чего можно выбросить, но, в общем-то, информация много там нашла. А все новое, что вы узнавали вот о славянской мифологии, о славянских техниках, оно как-то меняло сюжет, как-то меняло идеи, которые вы запланировали? Или, в принципе, все удачно вплеталось? А именно вплеталось. Да, именно вплеталось, что-то добавлялось. Нет, не менялось. У меня как-то одно за собой чередом все шло. Вот одно что-то, скажем так, дополняло другое. Вот. Либо я, ну, в любом случае могла вернуться назад, если что-то интересное нашла, что-то вписать. То есть, и у меня там дальше следовала следующая там уже история. А у вас ведь в большинстве о своем книге это подростковая фантастика, фэнтези. Почему такое направление? Не знаю. Но это интересно, во-первых. А во-вторых, несмотря на то, что тут подростковый, скажем так, возраст, и в одной даже, вот, я говорю, то есть маленькие совсем там дети участвовали, но не маленькие, а один. Очень многие, кстати, читают именно взрослые. И очень многие, то есть темы такие затрагиваются далеко не детские. Вот. И опять же, я хочу сказать, вот в такой тематике, в детской, либо в подростковой, проще воспринимаются какие-то темы, которые, скажем, более взрослые. Которые ты не будешь, не откроешь ту же ведическую какую-то там книжку, взрослый, скажем там, какой-то автор, там, либо документальный. И ребенок не будет, и будет это читать. То есть ему это будет непонятно и неинтересно. Я даже по старшим сужу, ему вот муж предлагал какую-то там, я не помню, но он открыл и закрыл. То есть он не смог. Там либо термина, либо такой язык, я не знаю. Вот. А это именно вот, ну, проще для прочтения. И очень многие у меня, ну, опять же, из клиентов, из знакомых, из друзей, подруг, именно взрослые, там, скажем так, читают с большим интересом. Ну, это интереснее для, на мой взгляд, чем взрослые. И опять же, это более чистые, скажем так, у них какие-то вот отношения между собой, чем, скажем, более взрослого поколения, там. Вот так вот получается. Мне предлагали писать, типа, пора тебе на взрослые пихать, ну, что там, нет, не идет мне. Писательство – это тяжелый труд. Как удается находить время для того, чтобы писать? Ну, так на работе на любимой, на то на и любимая. Ну, вот, говорю, клиентов нет, я сижу, пишу. Наушники в уши, и все, и меня нету. Там сама себе сидишь, там смеешься, либо что-то переживаешь с ними, сопереживаешь. Ну, либо дома, но дома даже мало получается, потому что дома всегда что-то находится. Работа какая-то, та же кухня, опять же, тот же быт. А вот на работе самое то. А кем вы работаете? Фрикмахер. А расскажите, вот, путь, какой проходит книга от рукописи до, вот, твердого переплета? Не знаю, но у меня было, сначала я начала писать, то есть у меня ни компьютера, ничего не было. Это было уже давно, лет, наверное, 10-11 назад. То есть писала я на, типа, ну, как общей тетрадки, только как блокнотами, таки, небольшой размер. То есть не люблю я большие очень размеры. Вот. Ну, и как я там писала, это надо видеть эти рукописи. То есть дедушка Ленин отдыхает, у которого расшифровывали вот это его. Потому что у меня там и отметки, и там еще, и какие-то галочки и так далее, там подобное. То есть я тут отметила, туда я перевернула, там посмотрела. Короче, это сложно очень. А потом все-таки на какой-то дне рождения мы купили первый ноутбук у меня, небольшой, специально, для того, чтобы сумка помещалась. Опять же, на работу носить. Они такой тяжелые. Ну, и вот мне пришлось идти, переписывать, расшифровывать самой же. Вот. Ну, и новый уже я начинала писать, естественно, в электронном виде. То есть на флешку вот так вот файлы сохранять. Ну, а как с компьютера оно стало вот? Ну, решила. Так, есть издательство такое, Амрита Русь. Это в Москве. Ну, и я там предложила вот этот вот первый. То есть там тоже эзотерика пишется. Ну, что-то всякие вот эти направления славянско-ведической. Насколько я знаю, сейчас это модно, опять же, тема. И за свой счет я там издала вот в этом издательстве книжку. И эту книжку, которая стояла в этом издательстве, они на нее накинули очень немаленькую цену, потому что там издательство накидывает, плюс типа возврат за то, что вот я за свой счет издавала и все такое прочее. То есть ее увидели еще одни издатели, вот у которых вот сейчас в данный момент идет издательство, издаются. И она там стояла где-то там за какими-то книгами спрятана. То есть вот он ее вытащил либо по обложке, либо по названию. И там различалось в названии. И вот они уже захотели ее сами переиздать, то есть в таком твердом переплете. Ну вот так вот, чисто не знаю, на удачу, либо на случай какой-то. То есть они ее перечитали, им понравилось. И вот один издатель, там муж и женой, он говорит, мне очень что привлекло в этой книжке. Это первая, говорит, книжка, которую я посмотрел, и при прочтении увидел какие-то образы. То есть он говорит, я когда на любую читал книгу художественную, художественную, либо что, ну воспринимал как, допустим, информацию просто. А здесь я увидел, то есть я читаю и вижу типа кино, или что-то вот в этом роде. Ну вот это их заинтересовало, и они стали сдавать уже за свой счет. Ну то есть вот, ну заинтересованы от себя. Первые две книги, это по сути одна книга разделена на двое. А третья была написана через пять лет. Ну где-то да. Есть какие-то планы возвращаться к этой серии или с ней? Вы знаете, мне вот многие тоже пишут, которые по отзывам. Либо в ВК находят, либо в Инстаграме находят. Будет ли продолжение, но пока у меня вообще никакого. У меня сейчас типа ничто не пишется. Как-то вот настроения нет. У меня одна зависла на половине. Ну сказка тоже третья часть. Ну другой уже, скажем так, серии. То есть мысли есть, знаешь, что писать, но пока никак. Ну мне кажется, сейчас я уже скоро созреваю, надо добить ее. Потому что я не люблю как-то вот так вот что-то недоделанное оставлять. Нравится мне доводить до ума, скажем. Ну не знаю, в такой вот ведической теме пока не думала. В принципе я и про третью не думала. И когда мне вот этот сон пришел, я очень, скажем так, либо, ну что-то новое думала, вот так вот начать какую-то историю, сказку. Либо к другим вот, допустим, книжкам как бы приобщить. То есть какими-то там частями. Но подошло, что вот сюда вот по теме как-то и все так раскрылось. По главным героям все сошлось. Ну вот продолжать, насколько я по своему опыту поняла, намного проще, чем начинать новое. Потому что здесь уже герои готовы. Здесь уже готовы вот эти все персонажи. И там их какие-то там раскрытые способности, умения. То есть ничего не нужно нового выдумывать. Еще такой важный вопрос. Это источники вдохновения. Так, я понимаю, один из источников это сны. А какие еще? Ну, дети в первую очередь. У меня одна вот идет. Это я же давно начала, я вам и говорила уже писать там. Это вот мелким было где-то 4-6 и 12 лет старшему. Вот я как их взяла за героев. Сначала даже по имени оставила, но муж сказал, что типа не нужно. То есть я их переименовала. Но тем не менее у меня младшая, как начала разговаривать, то есть она представлялась, типа меня зовут Фея. Средний – это самый вредный, но классный парень. Он, естественно, не соглашался, потому что, мне кажется, это вот типа Фома неверующая. Это вот про него. Пока я не увижу, пальцами не ткну, я не поверю. Типа фея нет, не существует и все такое прочее. Потом у нас есть еще собака наша знаменитая, любимая. И вот у меня, короче, главные герои 4, вот они, четверо. Вот девочка 4 года и 2 мальчика. Вот одному, по-моему. Ну, я, может быть, там чуть-чуть возраст переделала, не суть важна. Одному там 6-7 лет и другому вот в районе тоже 12. И вот тоже там начинается вот с того, что один другого, скажем так, перебивать. То есть я не верю, что это все происходит. И в одной из, скажем, летних ночей, когда дети летом отдыхали там или проводили время у бабушки, они за окном увидели хоровод именно из феи. Ну и, короче, все это дело понеслось там. В общем, бабушку они там и спасали в этой книжке. В результате чего они переместились, естественно, там у нас речка такая интересная, но не у нас, а вот где, там в той деревне очень интересная. Она там всегда, бобры там накидывают такие навесы, завалы. То есть через один из таких завалов ночью они пройшли и нашли выход вот в этот вот мир гномов, ельфов. Из этого мира они в другой перешли, где вот непосредственно существовала вот эта вот зловая колдунья подводная, там с троллями и так далее, там подобное. Там же я придумала из этого мира в другой перейти, где еще один мир получился. Он уже такой, как инопланетный, не инопланетный, то есть глубоко под землей. Я его назвала негативой, то есть негативной цивилизацией. То есть вот так вот сократил. То есть они жили там абсолютно в темноте, без света, без всего что-либо. То есть свет их разрушал, поэтому чисто технологически они себя там как-то могли видеть, типа как излучение какое-то, может, инфракрасное или что-то вот в этом роде. Но вот им пришлось, моим героям, туда попасть для того, чтобы бабушку спасти. Ну бабушку мы, конечно, спасли, а потом началась вторая история про них же. А сейчас вот третью я никак не могу дописать. А дети читали ваши книги? Ну дети не совсем, скорее всего, читала я. То есть по мере написания там, ну я имею в виду формат, если вот компьютерный, сколько-то там по 10 листов, если я написывала, я им вслух читала. Но раньше, естественно, они были меньше, это они все слушали там, уши вот так развесились с мужем. Ну сейчас они уже взрослые, им это неинтересно. Сейчас у каждого, скажем, свой интерес. Тем более в таком возрасте, в котором они сейчас. А раньше, да, любили слушать. Но читать их особо не заставишь. Но слушать они любили. Творческие планы относительно остальных работ? Или может быть какая-то новая идея, которую хотите воплотить? Попробую еще продолжать издавать. Опять же с этим же издательством. Возможно, сначала, может быть, за свой счет, если заинтересуются, может быть, они будут уже, скажем, тоже от себя вот так вот, ну вот издательства. Потому что, несмотря на то, что там нет вот именно этой темы славянско-ведической, сами по себе они все равно интересны. То есть такие вот, ну, не совсем простые, скажем, не совсем детские. Светлана, спасибо большое, что стали сегодня наши гости, ответили на вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова